Дорогие друзья, мы находимся с вами на территории самого маленького государства Ватикан. Его территория 44 гектара. И присутствуем на смене караула швейцарской армии. Правда, в этой смене караула меняется только один швейцарский гвардейец. Каждый час здесь проходит смена караула. Многие из вас знают, что Ватикан охраняет швейцарская гвардия, которая была создана по распоряжению Папы Юлия II в 1506 году. Папа Юлий II известен как один из самых воинственных пап, который все время воевал. А также имя этого папы очень тесно связано с великими мастерами, такими как Рафаэль и Микеланджело. Выбор на швейцарских солдат у Папы Юлия II пал не случайно. В то время они защищали королей. Швейцарские солдаты славились храбростью, бесстрашием и верностью. Именно поэтому Папа Юлий II решил взять этих солдат на службу в личную охрану. И 22 января 1506 года в Ватикан прибыли 150 гвардейцев. Так и была создана Швейцарская гвардия Ватикана. Швейцарская гвардия заботится о безопасности и защите Папы внутри апостольского дворца и во время его путешествий. Эта армия известна как самая маленькая армия в мире. Присяга новобранцев проходит каждый год 6 мая. С этой датой связана история. Когда 6 мая 1527 года в сражении, начатом войсками Карла V, участвовали швейцарские гвардейцы. Они ценой своей жизни спасли жизнь Папе Клименту VII из семьи Медичи. Все швейцарские гвардейцы, которые погибли в этом сражении, были похоронены на территории Ватикана. И было решено в этот день 6 мая принимать присягу у новобранцев. Мои туристы сегодня попросили меня начать экскурсию в 10 утра, что, конечно, для меня немного необычно. Я привыкла начинать экскурсию по Риму в 7, 8 или в 9 утра. Люблю показывать Рим, когда он еще спит. И тогда я решила воспользоваться свободным временем и подняться на купол собора. У меня на канале есть уже несколько видео с купола собора Святого Петра. В последний раз я была на куполе несколько лет назад. За это время кое-что изменилось. Ну, например, кассу перенесли в другое место. Если вы планируете подняться на купол собора Святого Петра, то вам стоит досмотреть это видео до конца, чтобы не пропустить то, на что нужно обратить внимание. И еще это видео мне хочется подарить тем людям, которые по состоянию здоровья или по каким-то другим причинам не в состоянии подняться на купол. А посмотрев мое видео, вы вместе со мной поднимитесь на купол и увидите прекрасный вид на Рим и Ватикан. Собор Святого Петра открывается в 7 утра. Многим туристам я советую приходить в собор именно в это время, чтобы долго не стоять в очереди для проверки на рамки металлоискателя, внимательно, не спеша пройти по собору, рассмотреть его при хорошем освещении и одним из первых занять очередь в кассу, чтобы купить билет и подняться на купол собора. Касса открывается в 7.30. Это вход в собор, а мы идем дальше в кассу. Дорогие друзья, при подъеме на купол воспользуйтесь лифтом. Лифт поднимет вас на уровень крыши базилики, а потом вам придется преодолеть еще 320 ступеней. Билет с лифтом стоит 10 евро. Если же вы купите билет за 8 евро, то вам придется преодолеть 551 ступеньку. Мой совет, воспользуйтесь лифтом, так вы сэкономите силы. В кассе билет на купол можно купить как за наличные деньги, так и оплатить картой. И тут небольшой секрет. Если вы придете в собор святого Петра утром и купите билет за 10 евро, то очереди, чтобы воспользоваться лифтом, почти не будет. Если же вы придете позже, то будет длинная очередь, и вы потеряете много драгоценного времени. Ну а если вы все-таки решили пройти весь путь пешком и купили билет за 8 евро, вы можете обойти очередь и начать подъем по лестнице. И все-таки, на мой взгляд, лучший вариант – прийти пораньше и воспользоваться лифтом. Несколько лет назад подъем на купол был с другой стороны. И было очень удобно после осмотра купола. Можно было спуститься на крышу, отдохнуть, выпить кофе, отправить открытку домой. Но сейчас, когда подъем с другой стороны, мы сразу поднимаемся на крышу, где находится бар, почта. И поэтому многие из вас могут пропустить это место. Да и утром все еще закрыто. Так вот помните, что после осмотра купола можно вернуться сюда. А как вернуться, я покажу в моем видео. При подъеме на купол вы можете заметить бюст Микеланджело. Ведь именно Микеланджело создал барабан купола. Идем по указателям. Мы выходим с вами под купол собора Святого Петра, чтобы вблизи рассмотреть мозаику. Внутренняя часть купола украшена мозаикой. На трех ярусах изображено 96 фигур. Христос, Иоанн Креститель, Богоматерь, 12 апостолов и ангелы. Папа Римский Климент VIII посвятил завершение строительства купола славе Святого Петра и Сикста V, предшественника Климента VIII. О Сиксте V мы очень часто говорим на экскурсиях по Риму. Здесь написано «Во славу Святого Петра и Папы Сикста V. 1590 год. Пятый год понтификата». На этом уровне можно очень близко рассмотреть мозаику, и поэтому я буду показывать вам медленно, чтобы и вы, дорогие друзья, смогли ее рассмотреть. Внутренний диаметр купола почти 42 метра. Он чуть меньше купола пантеона, диаметр которого 43,3 метра. Над барабаном купола Собора Святого Петра работал Микеланджело. Он был вдохновлен куполом пантеона. Часто заходил туда, делал замеры. Микеланджело хотел возвести над Собором Святого Петра такой же огромный купол, как и в пантеоне. Продолжение следует... А теперь спускаемся, и начинается самый тяжелый подъем. Везде стоят указатели, так что не бойтесь, вы не потеряетесь. Женщина попробовала подняться на купол, но поняла, что не сможет этого сделать, и решила остаться на этом уровне базилики. Не рекомендуется подъем на купол людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, клаустрофобией, беременным женщинам и людям с нарушением двигательной активности. Ну а мы, дорогие друзья, продолжаем с вами подниматься выше. Нам предстоит преодолеть 320 ступеней. Вы готовы? Тогда пойдемте. Глоток свежего воздуха, и пойдем подниматься дальше. На указателе написано, что нам предстоит преодолеть еще 165 ступеней. Даже уже отсюда виды открываются красивые. Купол состоит из двух куполов, один внутри другого. Вы как раз видите это. Один несущий купол, он с базилики украшен мозаикой, а другой, как шапочка, защищает от непогоды несущий купол. Они находятся на расстоянии около одного метра друг от друга. И чтобы подняться на купол, надо пройти по спиральной дорожке, все время поднимаясь по ступенькам. Это самое узкое место лестницы. Слева от нас внешний купол, а справа внутренний купол. Местами здесь приходится подниматься даже под наклоном. Вот мы и подошли с вами к винтовой лестнице, которая выведет нас на смотровую площадку купола. А сейчас с высоты птичьего полета мы с вами будем любоваться Римом и самым маленьким государством Ватикан. Вокзал Ватикана и единственная станция. Железная дорога Ватикана считается самой короткой в мире. Правительственный дворец. На клумбе мы видим герб действующего папы, папы Франциско. Перед нами открываются прекрасные виды на сады Ватикана и Рим. А с этой стороны купола уже открываются виды на музей Ватикана. Пинакотека Ватикана, которая была основана в XVIII веке, а открыта для публики в 1908 году. Там находятся картины Рафаэля, Тициана, Карла Кривелли, Леонардо да Винчи, фрески Мелоци да Фарли. Одним словом, дорогие друзья, если будете в Риме, обязательно посетите пинакотеку Ватикана. Купив билет в музей Ватикана, вы пройдете все музеи, в том числе и пинакотеку. Но самое главное не пропустить ее. Очень часто пинакотеку просто не замечают. Дворик шишки, который так назван благодаря 4-метровой шишке, которая находится в нише этого дворика. Сикстинская капелла, которая украшена великолепными фресками Микеланджелу. В Сикстинской капелле проходит конклав, собрание кардиналов, которые избирают после смерти папы нового папу. С начала строительства собора Святого Петра появилась фабрика Святого Петра. Так сказать, появилась организация, которая управляла всеми рабочими процессами по строительству. Она, кстати, до сих пор существует. Сейчас, с наступлением вечера, базилика Святого Петра и площадь освещается светодиодными фонарями. Но раньше, когда не было электрического света, чтобы осветить базилику внутри, использовали свечи. А снаружи базилика освещалась большими свечами и факелами. И только в особых случаях, в религиозные праздники. А в остальные дни она была без подсветки. Мальчики-акробаты спускались с купола с помощью веревок и размещали свечи и факелы от вершины купола к основанию церкви. Собор Святого Петра искрился с наступлением темноты. Это еще больше привлекало людей в собор. Сколько же всего интересного можно рассказать, стоя на одном месте? Про святых, которые находятся на колоннаде. Про апостолов, которые украшают фасад собора Святого Петра. Про площадь, про обелиск, про колоннаду, которая была создана по проекту Бернини, скульптора 17 века. Сколько же судеб и историй здесь переплелось? Вилла Бургези, вилла Медичи отсюда видна. В зимнее время по средам Папа Римский проводит аудиенцию именно вот в этом здании. Зал Павла VI вмещает 12 тысяч человек. Я еще разок решила пройти по кругу купола, полюбуюсь красотой и буду спускаться на крышу собора Святого Петра. Город потихоньку просыпается, уже больше машин на дорогах. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! На куполе две лестницы. Добро пожаловать на наш канал! 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 и Святого Павла, находится у входа в собор Святого Петра. Еще несколько минут назад с куполом улюбовались с вами прекрасными видами на Рим, Ватикан, а сейчас гуляем по крыше собора Святого Петра. Спустившись с купола, вы попадете в собор Святого Петра. Я специально вернулась сюда, чтобы показать вам, какая очередь уже стоит, чтобы подняться на купол собора Святого Петра. Поэтому я всегда говорю, желательно приходить сюда пораньше. Ну а я, дорогие мои, побежала проводить экскурсию и влюблять гостей в вечный город. Но не спешите выключать видео. Сейчас в конце добавлю видео зарисовки, которое я снимала в течение недели, пока ждала моих туристов. И еще немного погуляйте со мной по Риму. Ловите адресок, кто хочет поужинать в такой замечательной обстановке. Это бар-ресторан-музей Канова Тадолини. Гуляя по Риму по одному из моих маршрутов, мы с гостями города заходим в этот бар-музей. Здание не броское снаружи, но какое удивительное внутри. Дорогие друзья, когда вы будете планировать поездку в Рим, возьмите на заметку, что в субботу и в воскресенье в Риме многолюдно. Даже в низкий сезон улицы города переполнены. Если вам нравится более спокойный отдых, то планируйте поездку в Рим в будние дни. В выходные дни часто проводят всевозможные мероприятия, марафоны, которые затрудняют передвижение по городу. Семнадцатого марта в воскресенье в Риме проходил марафон. Весь город был перекрыт. На время марафона лестница стала трибуной. Болельщики сидели и наблюдали за марафоном. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, и делитесь им с друзьями. Если будете планировать поездку в Рим, пишите мне на электронную почту, в Телеграм или Инстаграм. Я с большой радостью покажу вам вечный город. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА